Бумажки В одной довольно бумажной местности Жили лось по имени Аристотель И дядел по имени Тюк-Тюк Однажды в бумажном лесу Прошел сильный летний дождь И друзья вышли подышать Его бумажной свежестью Ари, прошел прекрасный дождь Мне кажется Очень удачное время Чтобы поискать грибы А ведь ты совершенно прав Мой друг Теплый летний дождь Так и называется Грибной Потому что после него в лесу Появляется много новых грибов Друзья так увлеклись поиском грибов Что совсем не заметили того Что оказалось прямо перед ними Странное дело, Ари Не далее, как вчера Я пролетал мимо И кроме листьев на этом дереве Ничегошеньки не росло Ни разу не видел, чтоб на деревьях Ни с того ни с сего Вырастали ботинки И действительно, обычно в бумажной местности На деревьях росли листья, яблоки Или, наконец, шишки Но никак не ботинки Ах, Тюк, ну конечно У всего есть причина Вспомни, что недавно было у нас в бумажном лесу У нас прошел грибной дождь Но при чем тут дождь, Ари А при том, что, вероятно, это был не грибной дождь А ботинковый Ботинковый? Конечно, Ари Как же я сам не догадался И поэтому в лесу выросли не грибы, а ботинки Как бумажно Тюк, мы обязательно должны сфотографировать это редкое явление Конечно, Ари Иначе нам никто не поверит И друзья поспешили домой за фотоаппаратом Да, Тюк, нельзя терять ни минуты Это такое важное событие Мы должны его срочно зафиксировать Ничего не понимаю, Тюк Ведь совсем недавно на ветках было полно ботинок А теперь их нет Куда же они подевались? Наверное, Ари, их нашел кто-то другой Ах, как небумажно получилось Ари, мне кажется, я нашел причину исчезновения ботинок Вот она, это причина Это же сороконожка Склеиваем из картона пять-шесть равных колец Обклеим их цветной бумагой или раскрасим Вырежем из бумаги одну длинную полоску И наденем на нее цветные колечки Последнее кольцо нужно приклеить Для ножек вырежем из бумаги небольшие полоски И сложим их гармошкой Для головы нужно свернуть полоску бумаги в кольцо И наклеить к последнему кольцу горизонтально Теперь нарисуем лицо, глаза и улыбку И приклеим усики Сороконожка готова И действительно, все ботинки теперь были на ногах у сороконожки И она с удовольствием в них прогуливалась Уважаемая сороконожка Дело в том, что вы собрали ботинки с дерева Прежде, чем мы успели их сфотографировать И теперь нам долго придется ждать Следующего ботинкового дождя Сороконожка рассказала друзьям Что этот дождь был не ботинковый А самый обычный Под ним она промочила ноги И ей пришлось развесить все свои ботинки для просушки Что же теперь делать, Ари? По-моему, мой друг, нам стоит отправиться за грибами Верно, Ари, ведь ботинковый дождь еще не доказан А о грибном дожде мы знаем наверняка Аристотель и Тюк-Тюк предложили сороконожке Отправиться вместе на поиски грибов Ведь лишние сорок ног в таком деле совсем не лишние И втроем они собрали такой урожай Что решено было печь пироги и звать гостей Так что и на этот раз все закончилось очень бумажно Впрочем, один вопрос не давал друзьям покой Когда же все-таки выпадет настоящий ботинковый дождь? Что так? Что так? Что так? Продолжение следует...